Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я вам покажу свои покупки из магазина FixPrice. Здесь будет уходовая косметика, в частности бренд Сиандо. Здесь также будут средства для тела, средства для волос, контейнеры для хранения косметики, кое-какие штучки для дома, в общем, будет много всего интересного, так что обязательно продолжайте смотреть. Ну что ж, поехали! Начать я вам предлагаю именно с бренда Сиандо, потому что в последнее время он становится очень популярным, и у него действительно интересные средства. Самым же классным средством от бренда Сиандо, на которое определенно стоит обратить внимание, это вот такие вот жидкие патчи под глаза. Представляют из себя данные патчи просто жидкий гель, который вы наносите вот сюда под глаза. И дальше, спустя 5-10 минут, вы его стираете. Сначала я не поняла это средство, что оно вообще делает, но потом я заметила эффект. Кожа под глазами была более выровненная, такое ощущение, что вот просто прошлись по текстуре ластиком. Текстура выровнялась. И также лично у меня кожа под глазами еще становилась очень бархатистая и мягкая. Это очень неплохой эффект для патчей за 55 рублей. И также данные патчи пробовала у меня мама, собственно, именно от нее я и узнала об этом средстве. И она сказала, что ей еще эти патчи разглаживают мимические морщины, которые есть у нее под глазами. И это действительно работает. В общем, отличная штука за свою цену, очень рекомендую. Также от того же бренда Сиандо я попробовала знаменитый пилинг-скатку с фруктовыми кислотами. Очень все рекомендовали этот пилинг. В целом, действительно, неплохая штука. Но лично на мой взгляд и на мой вкус здесь расход действительно больше, чем у других аналогичных средств. Но опять-таки, стоит это средство довольно-таки дешево, действительно работает. И почему бы и нет? В общем, очень даже неплохое средство. Также очень хочу похвалить вот такой вот тоник с молочной кислотой и цинком. Это тоник для комбинированной и жирной кожи. Вот вы знаете, на удивление классный тоник оказался. У меня есть тоник от этого же бренда, только с увлажнением. И я его не использую вообще. Да, он ничего так, но он вроде бы ничего заметного не действует. И если есть другой тоник, то я всегда выбираю другой тоник. И я думала, что это будет то же самое. Но не тут-то было. Оказался действительно классный тоник. Он очень приятно пахнет. Пахнет, знаете, какой-то фантой. И действительно работает. От него я чувствую увлажнение. Он очень приятный. Он классно распределяется по лицу. В общем, просто волшебные ощущения. Очень-очень советую. И вот это действительно тот тоник, который стоит попробовать у этого бренда. И последнее средство от бренда Сиандона сегодня. Это вот такая витаминная сыворотка для лица с экстрактом ламинарии. Также есть еще сыворотка с гранатом. Но я выбрала именно сыворотку с ламинарией, потому что она обладает противовоспалительными средствами и также регенерирующими средствами. Для меня это очень важно, потому что кожа у меня проблемная. В общем, не могу сказать, что сыворотка мне понравилась. Она обладает жидкой консистенцией. Ощущение от нее как от гелевой водички. И да, сначала ты чувствуешь какое-то увлажнение. Она быстро впитывается и все хорошо. Но лично мне кажется, что у меня после использования этой сыворотки жирный блеск на лице вырабатывается гораздо быстрее, чем он вырабатывается обычно. Больше того, скажу, в последнее время у меня вообще жирный блеск не проявляется. А после этой сыворотки он снова стал появляться. Это явно говорит о том, что коже на самом деле не хватает увлажнения. И то, что эта сыворотка лично мне не очень подошла. А также в фикс прайс я взяла вот такой потрясающий крем для рук. Очень красивый. Вы только посмотрите на эту упаковку. Это бренд Etude Organics. И это версия с медовым инжиром. Очень-очень приятный крем. Он невероятно вкусно пахнет. И использую я его сейчас просто постоянно. К слову, вот такие крема я также видела в Улыбке Радуге. Там они в других вкусах стоят примерно 200 рублей. По акции там их можно взять за 160 рублей. Но в фикс прайс вот такой вот крем продавался за 55. Зачем переплачивать? Непонятно. Но, в общем, крем действительно классный. И если вы его увидите, то я советую вам взять попробовать. Стоит дешево, пахнет приятно и просто мимимишное оформление. Взяла я также очередные банки с маслом для волос от бренда FITO COSMETIC. Просто обожаю эти масла. Не знаю, что я буду без них делать. Они обалденные. В общем, взяла я перцовое масло и взяла репейное. Перцовое я уже брала. Оно хорошее. И взяла его просто потому, что предыдущее перцовое у меня закончилось. Именно про это масло я уже рассказывала в своих предыдущих видео. Оставлю обязательно ссылочку. Там, в общем-то, можете и посмотреть на него обзор. А вот репейное я попробовала впервые. И оно мне очень понравилось. Действительно, очень достойное густое масло. Оно действует так же хорошо, как перцовое и так же хорошо, как горчичное. В общем, очень классное. Мне просто нереально понравилось. Я даже думаю, что оно чуть-чуть все-таки лучше работает, чем перцовое. В общем, обалденные средства. Очень мягко наносятся на волосы. Делают их нереально мягкими. Они потом настолько мягкие. Они и когда влажные мягкие, и когда они высушенные мягкие. Они настолько послушные. В общем, я со своих волос после этого масла просто болтела. Очень советую. Мега дешево стоит. Но очень круто работает. И также от FITO COSMETIC купила два последних скраба, которые я еще не пробовала. Это кофейный скраб и травяной скраб. Кофейный скраб мне много кто рекомендовал. Но, честно говоря, я к нему так и не прониклась. Он пахнет кофе таким очень сладким, немного химозненьким кофе. Но мне не очень понравилось то, что у него та жидкость, которая связывает частички, она очень густая. И она плохо отдает эти скрабирующие частички на кожу. Да, этим скрабом вы отлично наскрабитесь. Но, честно говоря, у этого же бренда есть скрабы лучше. А второй скраб травяной мне скорее не понравился, чем понравился. Во-первых, очевидно, травяной скраб пахнет травой. Если вы к этому не готовы, то лучше не покупать его вообще. Пахнет свежескошенной травой. Вот если у кого-то на даче кто-то косил газон, то вы знаете этот запах. В целом, это приятно, но это очень необычно. И я не уверена, что я именно этот запах хочу встречать у себя в душе. Во-вторых, это месиво выглядит очень страшненько. Но даже если закрыть на это глаза, то есть третий момент, который меня смущает. После того, как вы поскрабировали свою кожу этим скрабом, у вас потом остается, по крайней мере на руках, такая какая-то странная, некрасивая, зеленоватая пенка. И это выглядит стрёмно. К самому скрабу претензий у меня нет. Скрабирующие частички маленькие. Этим скрабом действительно можно хорошо проскрабировать кожу и ее не повредить. Но просто вот общее впечатление от него очень такое испорченное получается. Также я взяла вот такую вот гирлянду. Она вот сзади вон там лежит. Коты уже к ней успели пристать раз 10. Я их гоняю просто ежеминутно от этой дурацкой гирлянды. В общем, гирлянда прикольная. Стоила она дешево. Но, честно говоря, покупать ее я не советую. Не советую, потому что она работает на батарейках. И вот эта коробчонка, куда вставляются батарейки, она просто нереально хлипкая. Я пока вставляла туда эти дурацкие батарейки. У меня успел отлететь контакт. Потом я его 30 лет пыталась поставить обратно. При этом ничего не сломать. У меня уже возникли мысли о том, что это все дело может коротнуть и что это небезопасно. В общем, не знаю, не стоит оно того. Уж лучше взять более дорогую гирлянду. Но зато вы будете знать, что вы платите деньги за качество. Также я взяла вот такую маленькую жидкость для снятия лака от бренда Fit & Cosmetic. Я ее еще не пробовала, я ее специально не открываю для того, чтобы брать с собой в какие-то поездки и чтобы можно было стирать ногти. Потому что все жидкости для снятия лака обычно в большой упаковке, и их возить вообще неудобно. А вот эта вот малышка, я думаю, будет очень хорошо работать. И даже если она прольется, ее будет не жалко выкинуть, потому что объем здесь вообще такой никакой. В кухонном отделе я взяла вот такую вот кисточку для растирания масла по форме, либо по сковородке, либо по форме для выпечки. В общем, не очень важно, почему растирать масло. Очень прикольная такая штука, я именно ее специально и искала, потому что, когда вам нужен какой-то тоненький слой масла, абсолютно неудобно это делать при помощи других инструментов. А вот этой штукой шик-шик, раз-раз, и все готово. И также для кухни я взяла салфетки на стол для замены своих предыдущих, которые тоже брала в фикс-прайсе. Первая выглядит вот так, вот такая, с пиццей. Вторая вот такая, с сырничками, тоже очень красивая, очень милая и пробуждает аппетит. И третья вот такая, с выпечкой. Она выглядит как меню какой-то, наверное, пекарни. В общем, тоже очень даже мило. Также очередной раз взяла вот такие контейнеры, причем не один, а две штуки. Такие контейнеры подходят просто для всего. Я их использую для специй, очень удобно их здесь хранить. Уже беру, кстати, второй специально для специй. Также я сюда складываю косметику на тестирование, также я сюда еще какую-то косметику могу складывать. Можно ее делить по категориям, либо же сюда можно запихнуть какие-то пробники, ненужные вещи, какую-то бижутерию сложить. В общем, очень полезные контейнеры, которые пригодятся, ну, наверное, буквально каждой девушке. Вот серьезно, я их скупаю практически каждый раз, как прихожу в фикс-прайс. Также я взяла два вот таких подарочных пакета, как они мне затемнили картинку. Ладно, чуть-чуть потерпите. Здесь находятся олени. Очень красивые пакеты подарочные, стоят недорого, поэтому советую взять. Но обязательно учитывайте тот момент, что вот эти вот ручки, они очень нехорошие. И в любой момент они могут так вот выскользнуть у вас через эту петельку. Так что я вам советую изначально вот здесь вот завязать узелочек, и только потом уже полностью вот эти ручки вытягивать и кому-то что-то дарить. А иначе может выйти очень некрасиво. И последние несколько вещей, которые я взяла в фикс-прайс. Первая вот такая вот штучка для рук. Я ее взяла чисто потому, что у меня есть вредная привычка. Я иногда, когда нервничаю, начинаю чесаться, или же когда мне скучно, я начинаю чесаться. Это ужасная-ужасная вредная привычка, которую я не знаю, как побороть. И вот эту вот штуку я взяла чисто для того, чтобы занять чем-то руки. В целом работает. И также я взяла две вкусняшечки. Первая это вот такой вот батончик энергетический с кофе и шоколадом. У меня вот таких вот батончиков на работе полным-полно, только не с кофе и шоколадом, а с апельсином. Поэтому я знаю, что они хорошие, и я спокойно взяла вот такой вот фикс-прайс. И последнее, что я взяла, это вот такие вот кофейные драже. Это кофейные зерна в шоколадной глазури. Мега дешево стоят. Рублей 20 или 27, что ли, это дело стоило. Но это очень-очень вкусно. Если вы любите кофе, если вы любите шоколад, то это то, что вам нужно. Это просто нереально. У меня такие штуки сейчас везде распиханы. Одна на работе, одна дома, и вы просто не замечаете, как вы их съедаете. Просто хоп-хоп-хоп, все, и пачки уже нет. В общем, прикольные штучки. Очень советую попробовать, если вам нравится кофе и шоколад. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!